здравствуйте сегодня у нас в гостях такой вот симпатичный бакелитовый чемоданчик темно-коричневый цвет два замка ручка и сзади петли сейчас мы его откроем и посмотрим что находится внутри давайте снимем крышку и посмотрим что внутри внутри находится старый советский электропроигрыватель крышку можно снять совсем и убрать чтобы она не мешала нам значит для идентификации этого устройства я обратился на замечательный сайт отечественная радиотехника двадцатого века информации с этого сайта это устройство представляет собой универсальный проигрыватель малогабаритный у п.м. 1 выпускался с 1954 года предназначен для прослушивания пластинок на скоростях 33 и 78 оборотов минут моей коллекции два таких проигрыватель один с белой панелью а другой с темные в цвет корпуса несмотря что то что состояние тонарма у модели с темной панели лучшее но мне белый показался поинтереснее поэтому я решил восстанавливать именно его давайте взглянем на отдельные части проигрывателя начнем с коврик что интересно на коврике сделаны выступы а в диске сделаны отверстия таким образом выступы ложатся в отверстие и препятствуют проскальзываю коврика во время воспроизведения давайте снимем диск заглянем под него так значит ролик вполне приличном состоянии конечно же резинка подсохла но работа значит вот это вот узел весь переключение скоростей шпинделя синхронного двигателя вот здесь переключатель напряжения питания 220 127 вольт но я думаю 127 вольт уже давно не актуально сейчас он стоит в положении 220 вольт пружинка натяжения ролика я тут повозился но решил что среднем положении играет вполне нормально конечно же двигатель очень шумный но если сравнивать современными моделями и кончистка смазка никаким образом не улучшила эту ситуацию на скорости 78 проигрыватель работает вполне прилично детонации почти незаметно и вот на скорости 33 заметно детонация сейчас мы извлечем этот проигрыватель из корпуса посмотрим что внутри для того чтобы извлечь проигрыватель из корпуса нам надо будет отвинтить вот эти два винта и только нижняя сторона проигрыватель но здесь как бы ничего особо интересного значит асинхронный двигатель привода что интересно закреплен на трех пружинках упирающихся в резиновые шайбочки что позволило несколько снизить шум от этого двигателя и здесь вот возле тонарма находится механизм автостопа с обратной стороны можно регулировать точку срабатывания автостопа основание тонарма вот в точке крепления поворотного узла было повреждено старый хозяин подклеил здесь тонарма как только я стал возиться этот старый клей развалился я заново подклеил с этой и с другой стороны паксиполом какое-то время продержится проигрыватель оборудован автостопом автостоп имеет регулировку точки срабатывания раньше или позже вот здесь вот видите красная точечка в основании тонарма и здесь вот надписью не видно раньше позже как показал опыт среднее положение вполне нормально срабатывает товар там автостоп там где нужно два слова пропуск и автостоп чтобы включить вас при проигрыватель нужно отвести тонарм до упора сюда вот сейчас он начал крутиться диск теперь если мы подводим тонарм центру то двигатель отключается еще включили выключить если нам нужно совсем выключить автостоп то мы поворачиваем регулятор автостопа в положении позже до конца вот он включился в этом случае точка срабатывания автостопа будет в районе шпинделя вот он выключился но как только мы вернем тонарм на стойку двигатель снова включится в среднем положении автостоп срабатывает как раз в районе яблока проигрывать ли установлен поворотный пьезокерамический звукосниматель уз 2 снабжен двумя иглами для проигрывания обычных и долгоиграющих пластинок вот я вот как-нибудь попытаюсь конечно камера к сожалению теряет фокус но как-нибудь я попытаюсь вам показать как превращается этот звукосниматель вот с одной стороны иголка для долгоиграющих пластинок вот красненькая здесь помечено а с другой стороны для обычных пластинок широкой экономкой на 78 оборотов звукосниматель конечно же был неисправен я предполагаю что пьезоэлемент этого звукоснимателя был изготовлен из сигнетовой соли как делали в то время к сожалению сигнетова соль со временем разрушается было два варианта восстановления первое это купить подходящий новодел принципе можно подобрать подходящий по размеру поворотный звукосниматель но его цена составит от 90 до 100 долларов с доставкой что мне кажется дороговато для этого устройства второй вариант это отреставрировать этот старый звукосниматель что я и сделал я взял керамический пьезоэлемент от китайского звукоснимателя установил его внутрь этого звукоснимателя ну звук получился вполне так приличен заключение послушаем 2 грамм пластинки на 33 оборота и на 78 я нашел долгоиграющую пластинку 1954 года выпуска ровесница этому электропроигрыватель по спецификациям полоса воспроизводимых частот составляет от 75 герц до 6 килогерц поэтому я провел небольшую обработку от цифровых грамм пластинок а именно обрезал диапазон до указанных характеристик больше никаких манипуляций записью не выполнялось таким образом вы услышите пластинки именно так как они звучали на этом проигрывателе в те далекие годы спасибо а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok